всем привет продолжаем с вами марафон эфиров посвященных новой коллекции my impulse и новым декорациям для предстоящего нового весенне-летнего сезона 2022 сразу приступаем с вами к дизайну чтобы можно было как можно больше вариантов сделать потому что то что я провожу обычно на своем аккаунте здесь в открытом доступе это как правило очень быстрые дизайны скоростные именно как можно сочетать те или иные декорации что на самом деле получается очень вкусные сложно сочиненные дизайны но при этом вы не рисуете вручную я просто чуть-чуть задержалась потому что только что проводила прямой эфир на эйми pro club тут как раз я сегодня что-то прям это сегодня у меня сложный был рисунок сегодня мы рисовали по мотивам сальвадора дали и эльзы ски аппарелли поэтому если что-то посложнее такое вот то что это про творчество это у меня на закрытом аккаунте эми pro club потому что очень часто спрашивают чего все время ну такое очень простое делаете вот сложно у меня есть курсы онлайн по дизайну ногтей их очень много в таплинг если зайдете там просто и сложные простые средние сложности вот а здесь я очень люблю работать с нашими декорациями я их обожаю просто так ну что поехали юля а принеси мне типсы пожалуйста с копе сейчас я вам как раз типсы с копе покажу еще раз можно взять будет прямо сейчас и фотографировать экран чтобы вариации смешения у вас прям вот к телефоне остались потому что очень часто бывает вы декорации купите дайджест купите но в дайджест невозможно все все варианты засунуть вот и еще это дайджест принесешь дайджест как вон вон лежит все я даже знаю что еще делать мы поехали мне тут видите бардак остался после прямой у меня что-то сегодня такой день я сначала решила провести эфир в час что я живу обещала еще понедельник что эфир будет сейчас секундочку опять телефон падает с этими понедельник я обещала что я буду минимум два раза в неделю вести эфиры такой знаете прям марафон эфиров по дизайну ногтей с новыми декорациями вот это кстати то что сегодня было на ими pro club я просто не хочется очень вам показать потому что мне очень нравится то что сегодня в клубе получилось сделать выходяло достаточно быстро нарисовала так ну что понятно что когда мы берем дайджест да там какие-то идеи в интернете ну невозможно все с декорациями там за раз все это выложить вот поэтому я вам сейчас покажу типсы скопы разные примеры вы можете сейчас прям пофотографировать экран и мы с вами несколько вариантов такой сделаем драйв на время сколько типсов я успею сделать в эфире с декорациями что декорациями конечно работается очень быстро я вот хотела как раз сегодня поработать вот этими декорациями не очень классные как раз мы сейчас их вот и посочетаем что тут можно посоединять друг с дружкой вот видите сколько разных примеров здесь специально наклеены типсы на макеты от слайдеров сейчас так вот быстренько пробегусь давайте сейчас только слайдеры покажу шармиконы следующий раз мы с вами кстати увидимся следующий раз в понедельник как и на этой неделе и точно также будем работать только с дизайнами с новыми декорациями и набор стемпинг смотрите девочки сейчас связи с тем что закрыли воздушное пространство на южном федеральном округе а у нас у нас производство находится видите уже не московской области в москве находится здесь на юге вот поэтому по ходу набор по стемпингу нас не выйдет вовремя и мы сегодня приняли решение что мы сейчас запустим пластины можем не будем ждать когда у нас придет там одно вещество чтобы сделать краски для стемпинга вернее домешать краски для стемпинга поэтому мы так подумали что наверное мы пластины запустим а наборы уже будем ждать когда откроет воздушное сообщение сейчас просто непонятно что происходит вот поэтому ждем сейчас пластины вернее пластины то они есть а вам еще прошлый раз говорил поэтому сейчас пластины точно запустим сразу уже не будем ждать наборы так ничего поехали так берем типсы кстати кто типсы спрашивал сейчас их нет в наличии но опять же самолеты не летают прилететь должны типсы скоро по многочисленным просьбам я решила типсы оставить в ассортименте единственное что стоить будут они дороже что цена выросла и до цена не совсем такая будет приятная потому что вроде как типсы но не многие пишут кать оставь типсы в ассортименте неважно сколько они будут стоить потому что на алиэкспресс таких ну правда вы их не найдете на алиэкспресс очень классные до новинок у нас очень много вышло девочки все не представляете да там наборы импульс как мне нравится наш новый наборчик гель-лаки они просто офигенские обязательно посмотрите эфир кто еще не смотрел по обзору коллекции я там и выкраску показала и рассказал очень вкусно интересно про тренды вот обязательно предыдущий эфир пересмотрите вам будет очень интересно сейчас доставка девочки непонятно потому что почта россия она же в том числе работает и доставкой самолетами ну надеюсь что на этом не отразится так ну поехали какой делаем фон я даже не знаю зачем хвататься теперь хочу вот эти вот сделать что-то мне теперь даже эти хочется сделать повторить усил хочу ладно делаю поехали знаете как вот надо просто делать быстро так сделали сушим 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 это как раз вот 1 марта стартует экзотика номер 88 еще на сайте нет но уже можно оставлять предзаказы это уже дистрибьютором и так думаю что они уже получили у дистрибьюторов уже у многих есть наличие поэтому кого мы возьмем давай чувака хотела взять и листик там сейчас сделаем несколько с этим слайдером раз мы слайдером слайдерами сейчас будем работать даже берем и топ слайдер топ слайдер смотрите давайте вот чтобы я максимально много успела сейчас нужно просто смотреть не задавать тогда вопросы на вопросы этом отмотаю или в конце за минут 10 до окончания поотвечаю так это мы приготовили для следующего варианта предлагаю взять и сделать просто сейчас синее покрытие делали синее покрытие даже не синий этот цвет он какой-то вот прям вот необыкновенный да и знаете вчера в заре было там столько классной таких оттенков висит одежда блин так вкусненько все выглядит хотя вам фоточки сейчас быстренько покажу вчерашние мои фотографии я просто для себя фоткала гляньте как классно висит сейчас чем именно вот этого правильного цвета номер 368 блин оранжевого тоже дофига как раз оранжевый и вот он разный оранжевый у нас оранжевый видите он такой цвет папайи и вот цвета папайи тоже я все время думала что все таки будет больше апельсина но цвет папайи вот тоже очень много это номер 369 что там еще вчера было классного а знаете что было классно у нас в коллекции розовых нет я не стала делать но розового просто нереально много конечно очень много то есть такое было маленькое отступление я опять зашла вчера все хочу эти у нас в этот раз они слайдеры большего так отдельными кусочками представлены сами если нужно собрали композицию там вот не хватает внизу элементы из нас есть такие белые цветочки цветочек еще добавим так а здесь вот к нему пару можно какую сделать можно сделать с белой базой ну для этого возьмем из бейса на слишком белая а вот прям полупрозрачная молочную файбер пойдет можно так листики что еще добавить также сейчас мы разбросываем элементы такую пару сделаем два ноготочка из одной серии я сегодня опять одна без секретаря у меня до сих пор болеет секретарь мне кажется она уже прям болеет а то болеет ребенок видите то она сама болеет конечно нам не комментарий могла почитать без галли сегодня так перекрываем т-классом каким-то промежуточным топом и сейчас нанесем каким-то линии быстро это значит взять спайдер гель конечно же если быстро нужно так наверно сольется мы сейчас посмотрим есть такое сочетание не делала специально сделаем верхней части листики разбросаем и перекроем сейчас тоненько юля принеси файбер базу молочную здесь правда есть такая с блёсточками молочную может это попробовать сделать принципе можно и сделать сном буквально там чуть-чуть надо сушил здесь берем спайдер гель юля ты спайдер гель забирала у меня так и сверху уже клеим давайте мой любимый фрукт авокадо вот так вот по диагональке развернем да я уже этим даймондом сделан то не все равно файбер найди потому что даймонд блестит не нравится так тоже обрабатываем ультрабондом и перекрывать предлагаю матовым топом сейчас все равно люблю работать когда полу глянцевая полуматовая матовый топ и мы как раз чисто что на переднем плане сделаем ты классом будет интересно сочетаться суши так здесь спайдер берем вот и Продолжение следует... Все. Ну, прям капелюсечку. И кладем в лампу. О, себе ноготь испортила этим спайдер-гелем. Сейчас. Да, паутинка тоже имя. Так. Суши. Так, а здесь, как я и говорила, сейчас мы возьмем теклас. Какая теплота у нас здесь не вкусная. Тут мало очень. Теклас. И мы сейчас с текласом. Как раз фрукты. Выделим цветочки. Здесь просто джеймите клер прозрачного. Нет, он едет. Скоро, кстати, будет. Поэтому я пока работаю. Текласом. Единственное, текласом неудобно. Это же топ-финиш. Без липкости. И он жидкий. Вот. Поэтому я делаю по несколько элементов и кладу сразу в лампу. Когда таким образом работаешь, то, в принципе, нормально. Пластины я уже сказала только, что когда у нас у тебя есть. Мы сегодня объявили, что прервано воздушное сообщение. Да, мы же Южный федеральный округ. Склад находится в Ростове. Вот. Поэтому мы поняли, что вот эту добавку, которую мы ждем уже несколько месяцев, чтобы краски домешать для стемпинга, мы поняли, что пластины, они же лежат уже на складе месяц. Короче, наборов сейчас пока не будет. Мы сейчас, в ближайшее время, начнем продавать пластины. Вот. Пластины сможете купить. Так, передумала я вот этот вариант перекрывать. Что предлагаю сделать? Давайте мы просто сейчас обезжирим спайдер-гель. И пусть он будет вот так вот сверху обезжиренный. Вот. Если сильно жирно не нанесете, то он нормально просохнет. И его можно вот так вот носить. Если, конечно, жирно нанесете, линия может не совсем просохнуть. И при обезжиривании там может что-то потянуться. Вообще, конечно, спайдер-гель нужно в идеале перекрывать финишем. Потому что гель с липким слоем. Вот. Конечно. Конечно. Нужно тщательно сушить. Так. Ну, давайте вот таких два варианта мы сейчас вот так вложим здесь и оставим. Так. Что еще я хотела сделать? Давайте с другим сейчас вариантом поработаем. Блин. Все хочу. Вот хоть. Прям вот вообще. Все хочу и сразу. О, давайте вот эти штуки поделаем. Так мне они нравятся. Прям обожаю. И, конечно, в идеале делать просто на белом фоне. Давайте вот эти типсы сейчас. Снимем. У меня напряженка сегодня с жвачкой. Поэтому буду брать вот так. Так. Будем делать парами. Берем вот этот слайдер. Сейчас я, кстати, покажу, какие это номера. Так. Еще раз напомню, чем сейчас я работала. Так. Чем сейчас я работала. Юль, ты знаешь, у меня нет слайдера. А, я его открыла же. Не-не-не, Юль. Все, господи, я бедную девочку уже задостала. Цветущий сад номер 88. Цветущий сад номер 88. Вот я работала сейчас. Цветущий сад. Это, ой, 83. А второй, кстати, фруктовый принт. Это 89. Они, видите, все с одной и той же тематикой. Оба классные. 89 и 83. Это то, чем я сейчас работала. А теперь переходим к принту «Яркие краски» номер 86. Вот это классная штука. Так, белый гель-лак. Перекрываем фон. Ну, такой достаточно простой вариант. Мне его, кстати, классно нравится сочетать с граффити. С шармиконами граффити. Юр, знаешь, что нужно? Граффити, шармиконы. Да, будет классно. Видите, когда часть слайдера, а часть вот этих шармикончиков ярких. Будет классно. Девочки, спасибо вам большое. Вы там все отвечаете. Да, все правильно. Патофикс, он продается в любых канцелярских товарах. Можно на Валберисе заказать. Можно на Озоне заказать. Так и пишите. Патофикс. Это скотч для бумаги. Он не портит стены. Вообще, изначально его придумывали именно для этого. Так, точно так же. Топ-слайдер на оба ноготка наносим. Сушим. Сушим. Так. Понятно, что можно все это вручную, девочки. Это как, знаете, вот я в клубе рисую, да, вот сегодня. Где мой ноготь с клуба? Да, вот я сегодня в клубе делала вот такой ноготь. Понятно, что можно, например, взять, было мне, вот эти шармиконы в стиле в онлайн арт. Вот, да, добавить цветы из слайдеров. Все это соединить вместе, на голову приклеить, например. И был бы вариант, который делается не вручную. Вот. Любые дизайны, их можно воспроизвести как вручную, так и при помощи вспомогательных декораций. Вот. Здесь у себя в аккаунте, позови Юлю, пожалуйста. Здесь на аккаунте я работаю в основном всегда с декорациями. То, что быстро. То, что быстро-быстро-быстро надо. Юль, нужны шармиконы эти граффити. Ну, это тоже коллекция весна-лето, они вышли раньше. То есть я смотрю, что их у меня нет. Так, вот один такой вариант сейчас сделаем. Причем вот с этого слайдера прям предлагаю все ногти делать разными. Часть ногтей вот с этими волнами акварельными, полупрозрачными. Часть ногтей делать вот с этими кляксами. Ага, во, спасибо. Вот, а часть ногтей там, например, можно просто покрыть. Вот, кстати, так и можно сейчас сделать. Смотрите, вот ногти с дизайном будут на белом фоне, да. А ногти без дизайна сделать с использованием желтого и голубого гель-лака из коллекции. Взять 370 и 371 и сделать сочетание. Сейчас как раз мы с вами и сделаем. Так, топ-слайдер у нас просох. Чуть-чуть натягиваем, чтобы складочек не было. Все натягивается в том случае, если вы топ-слайдер не пересушили. Если топ-слайдер пересушили, то, конечно, вы уже не натянете. Так, ультрабонд. Где складочки, видите, вот так вот прям проходите по несколько раз, и они растворяются. Вот он, ультрабонд. А что ты, Валер, делаешь, все ходишь? Съемку в 2 часа. С кем? С кем? Так, подпилить можно слайдер. Передайте. Кстати, после этого эфира, сразу с летом будет эфир интересный. Попросила меня Прага, школа в Праге, сделать со мной совместный эфир. Показать школу в Чехии, как она выглядит. Потому что у меня на аккаунте очень много подписчиков с других стран Европы. Им удобнее... Ну, у нас так и есть. Они со всей Европы ездят именно учиться в головной офис в Прагу. Вот там очень хорошие преподаватели. И вот сегодня мы как раз вам сделаем экскурсию и расскажем об этой школе в Европе. Потому что многие, не знаю, как-то не знают об этом. Так, теперь... Т-класс. Потому что мне нужно сейчас поработать с шармиконами. Шармиконы клеят лучше всего вот на такие каучуковые топы. Т-класс такой прям каучуковый топ, он очень мягкий. И к нему после просушки, несмотря на то, что это всего лишь топ без липкости, классно приклеиваются стикеры, которые мы называем шармиконы на клеевой основе. И это очень удобно. Если сделать все правильно, эти стикеры торчат не будут, топорщиться не будут. Так, а третий вариант ноготка. Вот как раз предлагаю сделать сейчас праймер. Надо пробовать. Смотрите, вообще нужно брать бескислотный. Вот. У Эми бескислотный. Кислотный не подойдет, вы испортите слайдер. Мне, вот я помню, когда мы это начали делать, мы первые, кто начал слайдеры, обрабатывать грунтовкой для ногтей искусственных. Вот. И мне многие писали, что... Я сначала говорила, что берите любой праймер. Вот. И мне, помню, ну это много лет уже прошло, говорили, что на тот момент не все праймеры подходят. Вот. Поэтому просто попробуйте. Если подходит ваш, берите ваш. Это на самом деле не принципиально. Главное, чтобы вы видели, что ваша грунтовка, она слайдер не портит. Потому что здесь задача грунтовки – растворить верхний клеевой слой у слайдера. Потому что когда слайдеры производят, да, краска, когда произошла печать, сверху идет, вот сейчас видите, блестит поверхность, лак специальный, наносят лак. И вот этот лак, он очень плохо дружит с финишами. И вот чтобы финиш хорошо держался, мы как раз вот этим праймером проходим и растворяем верхнюю часть вот этого лака. Понимаете? И плюс эта же грунтовка, дополнительная адгезия. И финиш будет намного лучше стоять. Так, я, наверное, сейчас отключу комментарии, потому что у вас здесь началась политика уже. Сколько сушить текласс? Текласс в среднем сушить 2 минуты рекомендуется. В идеале, если вы знаете, что лампа старая, то лучше вообще отключить. Господи, отключить. Все, вы меня сбили своими комментариями, девчонки. Лампа старая, то лучше увеличить время просушки. Лучше увеличить время просушки, потому что чуть-чуть не досохнет. Все, он у вас начинает, этот шермикон, торчать. Крылья приподнимают. Особенно там, где попадает в загнутую поперечную часть ноготочка, где торчит очень сильно. Так. Ну, вот граффити очень прикольно сочетается. Вот здесь можно смайлики добавить. Такие смешные. Видите, это где-то слайдеры, где-то шермиконы. Мы дизайн наш, вот из декораций, называем еще дизайн-конструктор. Потому что вы как в конструкторе запоминаете только последовательность. И когда, вот как в бутерброде, друг на дружку начинаете накладывать все эти элементы, у вас получается сложный, красивый, сочиненный дизайн. Он выглядит ничуть не хуже, чем дизайны, сделанные вручную. А так как все равно у нас в приоритете все-таки скорость, сейчас есть мастера, которые могут делать ручные дизайны, и у них есть клиенты. А очень много мастера, им сложно объяснять клиентам, что если вы хотите ручной дизайн, то это время. У меня всегда были такие клиенты, которые готовы были сидеть. Неважно, сколько стоит и сколько времени, очень важно было получить маникюр ручной работы. Для многих это было прям очень приоритетно. Так, сушим. И здесь я предлагаю вот к этому маникюру сделать как раз покрытие. Давайте сделаем... Единственное, конечно, сейчас есть вероятность, что на желтом-голубой будет смотреться. Сейчас посмотрим. Мы тогда вот так сделаем. Потому что если потом голубым рисовать по желтому, будет зеленцой отдавать, а не хочется. Цвет голубого очень красивый. Вот мы сейчас к ним сделаем покрытие. Вот часть ногтей будет вот такая, с дизайном на белом фоне. С дизайном на белом фоне. И... Часть ноготочков можно вот так вот сделать. Просто гель-лаком. В принципе, кстати, достаточно голубой. Ой, достаточно плотный голубой. И мне даже нравится, как он ложится, где-то попадает на желтый. Нет такой, знаете, прям зелени ярко выраженной. Чуть-чуть добавим. Размазанности. Все сушим. И здесь вот как раз тоже можно где-то на границе только шермикончики добавить. Еще раз напомню. Видите, оттенки очень яркие из новой коллекции. Это весна-лето. Есть у нас еще более спокойная коллекция. Это Коза Ту Нейча, которая вышла в январе. Вот поэтому, кто, например, такие яркие, боится клиентам предлагать, вот в той коллекции прям вот такого плана цвета. Видите, такие очень спокойные, гармоничные, с природой. Прям там классные цвета. Юля, принеси мне выкраску январской коллекции. Так, тоже берем теклос. Здесь мы без слайдеров, поэтому сразу наносим теклос. И приклеим шермикончики. Сушим. Выкраску Коза Ту Нейча, январь. Так, сушим. И здесь вот можно тоже будет добавить какую-нибудь... Сейчас я посмотрю, какой по цвету подходит больше. Ага. Вот, смотрите, пока у нас теклос сушит, а его сушить нужно минимум 2 минуты. Вот показываю еще одну коллекцию. Это весенняя коллекция. Выходила у нас в январе. Наборов уже нет, но она есть поштучная еще. Вот видите, насколько полярны разные две коллекции. Ну, потому что у нас, как вы клиенты все разные, с разными вкусовыми предпочтениями, так и у вас клиенты тоже разные. Вот. И здесь цвета не менее, ну, как бы, удачные. Я просто в восторге от этой коллекции. И мы, например, уже 364-й оставили в базовом ассортименте, 363-й оставили в базовом ассортименте. И вот что-то вот из этого еще оставили. Ну, 4 цвета точно пошло в базовый ассортимент. Вот. Из этой коллекции тоже очень удачные цвета. 365-й пойдет в базовый ассортимент, 369-й, 370-й и 371-й. Вот. Но рекомендую все-таки покупать набором. Почему? Это выгоднее выходит. Это чуть-чуть выгоднее. Не знаю, будем ли мы сохранять еще выгоду в наборах следующих, которые будут выходить. Но вот пока наборы чуть-чуть выгоднее покупать. Именно гель-лаки из коллекции в наборах, а не поштучно. Вот. Красивая коробочка. Кстати, хочу сделать себе вот такой маникюр. Прям вот сплю и вижу, когда же я себе сделаю такой маникюр. Так, ну все. Можно как раз вот сюда. Третий вариант. Граффити выходили чуть раньше. Граффити выходить или где-то у нас в январе. Это первые шармиконы летние, которые мы запустили. Мы их партиями запускаем. Вот. Поэтому и шармиконов, и слайдеров в этом году, блин, просто куча. Еще знаете, что я сейчас хотела показать? Самая такая вкусняшка. Делается очень быстро. Это такой голый маникюр. Когда вы берете любую камуфлирующую базу. Либо твини, либо вот эйсбэйс. Делаете моделирование. И по кутикуле. Давайте возьмем эйсбэйс. Вот у меня сейчас под рукой. Вот этот вариант есть. В принципе, спокойный. Хотя я хотела бежевый взять. Нет, сейчас возьмем какой-нибудь светленький. Юля, а принеси мне цвет эйсбэйс, бежевый. Значит, что я хотела показать? У меня самая любимая фишка, которую я прям... Я еще тем летом хотела сделать, но у нас не получилось с тиражами. Слушай, вот стою, не вижу шармиконы с лунками яркими. А, вот же. Смотрите. Очень классный будет модный маникюр. Вот с такими яркими полосочками в виде лунок. Вот это вот офигенское. Номер 205. Для этого достаточно просто смоделировать ногти. Запилить, не запилить. Без разницы. И взять классику камуфляж, замоделировать. Вот, либо базу, любую бежевую, натурального оттенка. Так, давайте вот так вот можно сфотографировать. Такой веселенький маникюрчик. И сейчас мы два варианта. У нас как раз чуть-чуть еще времени осталось. Сейчас мы с вами сделаем еще вот такой совсем простой. Вот с этими лунками. Смотрится очень классно. Сейчас я вам еще в дайджесте покажу, как это на руках модели выглядит. Так, делайте моделирование база. Но я сейчас и избы сберу, а они прям очень плотные, база. Они практически как гель-лак покрытия выглядят. Поэтому мне даже моделировать толком ничего не нужно. Но, видите, даже в очень тонкий слой уже круто выглядит. Все промазали. Ну, вообще замоделировали, конечно, не промазали. Все. И перекрываете теклосом вашу скульптуру. Если нужно, конечно, лучше запилить сначала, а потом уже перекрывать теклосом. Сушите ровно 2 минуты. И, смотрите, шермиконы эти можно клеить как французский маникюр, но без французского маникюра в линии гиппонихия. И клеить по кутикуле. И так, и так получается очень классно. Вот. Рекомендую сразу покупать, если видите, что вас такого клиенты любят много. Вот. Потому что повторять такой тираж точно не будем. Вот. Потому что такие яркие, нестандартные варианты. Но, как правило, мы не держим в ассортименте. Это делается только под сезон. Выпустили, попродавали. Вот. И больше не до заказываться. Сейчас покажу, как выглядит на руках модели. Вот, смотрите, вариант. Когда под кутикулу. Видите? И самое классное смотрится здорово, когда вы берете несколько отельцев. оттенков лунулы. Поэтому не переживайте, что здесь всего лишь 10 штук. 10 желтых, 10 синих, 10 зеленых и 10 розовых. Здесь классно делать именно вот так вот. В перемешку. Если делать перемешку, хватит на несколько клиентов. Вот. А так, конечно, лучше, если прям зациклены на одинаковости, делать лучше с использованием сразу нескольких упаковок. Или вот, смотрите, как девчонки делают. Получается, на одном ноготочке лунку добавили, и все. Или как вот здесь тоже на одном ноготочке. Приклеили в зоне свободного края. И все. Получается такой вот акцент яркий. Это когда можно сделать быстро. Это когда, например, кому сложно рисовать. Потому что под кутикулу тонкие линии там не каждый нарисует. Особенно там начинающий мастер. Или там мастер, который не дружит с тонкими кисточками, с узкими. Им сложно. Вот. Поэтому вот эти лунки, они прям вот палочка-выручалочка. Можно сделать много разных вот таких вкусняшек. Или как здесь, видите. Здесь улыбку нарисовать, вернее, наклеили. А свободный край сделали отбивку из гирь-лака. Так тоже может быть. Тоже классно смотрится. Так. Ну что. Делаем последние варианты на сегодня. И еще раз напомню. Следующий эфир. Это у нас такой прям в течение месяца будет тест-драйв. Весь март я буду работать только с декорациями. Весна-лето. Только с декорациями весна-лето будем работать с вами. Будем миксовать. Экспериментировать. Потому что с декорациями... Мне вот, например, еще вариант нравится. Смотрите. Когда мы приклеиваем не под самую кутикулу, а делаем отступ. Тоже. Очень классно. Здесь лучше сначала прицелиться. Посмотреть. Перевернуть. Если все нормально, приклеивать. Все. Вот такой вариант. И вариант в зоне свободного края. Так. Ну у меня, так как очень большие типсы... Это размер больших пальцев среднего клиента. То понятно, у меня, видите, тут только большие лунки идут в ход. Даже если она не доходит до свободного края, ничего страшного. Вот. И как дайджест я вам показывала, можно взять вариант гель-лака. Здесь вот, например, фиолетовый цвет лунки. А мы давайте именно сам френч, французский маникюр, отбивку сделаем голубым ярким. Комментарии читать я, получается, сегодня не буду. Вы видите, что я отключила, потому что ругаться начали. Поэтому, чтобы не ругаться в комментариях. Сегодня без комментариев. Сегодня вы можете после эфира написать в комментариях вопросы, какие остались у вас. И я вам вот в течение дня отвечу. Ну, либо пишите в директ. Чуть-чуть прокосила. Ну, лучше всего, конечно, писать комментарии. Именно когда пост выложу. Так, можно подсушить сейчас. И смотрите, что я сделаю. Так как ноготь широкий, а лунки рассчитаны на небольшие ноготочки, вот как у меня. Видите, хорошо. А это, конечно, на большие пальцы. Вот, можно вот такой вариант сделать. Тоже классно получается. Сейчас у меня кисточка. Я ее после текстона, видимо, не промыла. Сейчас я кисточку помою. О, все, нормальная кисточка. Все, буквально вот такие вот штучки добавили. И тоже прикольно получается. Сушим. И сверху перекрываете либо матовым, либо глянцевым топом. Ну, классно, конечно, матовым сделать. Лучше всего будет прям. Сушим. А этот давайте покроем глянцевым вариант. Так, сейчас я, кстати, положу, что у нас сегодня в эфире было. Получается, мы сделали вот такой комплект. Мы поработали с шермиконой и слайдером. Так, соединили. И вот такой вариант. Еще секунду. И сейчас мы вот эту парочку положим. Можете вот тоже экран сфотографировать. Но я в сторис фотографию, скорее всего, выложу. В ленту не знаю, потому что в ленту сразу не получается выкладывать. Сейчас видите, как постинг. Инстаграм не поддерживает постинг. Иной раз не хочется ни какие фотографии, ничего выкладывать, потому что оно не ранжируется совершенно. Охваты нулевые на фотографиях. Так. Так. И так. Смотрите, что у нас с вами получилось. Все. Встретимся с вами в следующий понедельник. Именно дизайны будем с вами делать еще больше. В следующий раз постараемся сделать цветочные варианты. В этот раз у нас с вами такие тропики, абстракция была. А в следующий раз будем делать варианты с мультиками, наверное, и с флористикой. Сейчас я выключаюсь, но мы с вами через 10 минут встречаемся здесь же, на этом аккаунте. Будет интересная тема. Чешская школа в Праге. Вот. Всем пока-пока.